В рамках 15 этапа гуманитарной миссии «Паруса Духа» Катамаран с инклюзивной командой путешествует по Балтике, заходя в города Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции и Польши. Для каждого участника проекта это не только приключение, но и возможность открыть в себе новые способности, найти друзей, по-другому взглянуть на мир и свое место в нем. История Михаила Войцеховского именно об этом. Меня зовут Михаил Войцеховский, я из Екатеринбурга, я являюсь сооснователем некоммерческой организации «Белая трость». Я в «Парусах Духа» практически с самого начала, но первый раз в море, я вышел, по-моему, на четвертый или пятый этап, потому что, ну, до этого мне как-то казалась эта идея спорной. Это было лет пять, наверное, назад, но и с тех пор каждый год не пропускаю. Главное, смотри, вот в веревку не попадать руками, потому что нагрузка большая на «Парусах», а глобает руки, то есть движение вот такое, ну, то есть, как бы, вот такие вот все эти вот направления руками, это очень опасно, потому что… Ну, вы знаете, я просто после экспедиции начал спокойнее относиться к переменам. Конкретные примеры, если брать, это, например, ну, такие крупные у меня перемены в жизни, да, это то, что у меня там два года назад сократились работы, на которой я проработал 15 лет. Претензий к самому качеству работы не было, а вот просто такая ситуация сложилась. То есть, я гораздо легче это принял, и вот сейчас прошел три года, то есть, я уже это все переварил, и вот этот опыт, который дает просто духа в том, что все течет, все меняется, нету какой-то такой определенности в выбывательском плане, потому что море трудно себе представить определенным, да, то есть, ты смотришь прогноз погоды на вечер, а оно совершенно другое, то есть, оно может быть как и лучше, и хуже, и может быть таким, которого ты вообще никогда его в жизни не видел, и в жизни все так же, то есть, все эти прогнозы, наши ожидания, они очень мало имеют отношения к действительности, готовность принять эти перемены, изменения какие-то, принять то, что мир не соответствует моему представлению о нем, вот это вот, мне кажется, самое существенное изменение в моей жизни. Просто начинаешь меньше бояться, меньше волноваться, сильно меньше, я не знаю, как это описать, то есть, просто вот спокойно живешь свою жизнь, понимая иногда, конечно, что если там перегружаешь, там, сделаешь совсем неправильные вещи, но ты можешь это оценивать, и начинаешь понимать, что, ну, там совершенно нет переживаний. Наверное, вот в этом еще один шажочек вперед, который, может быть, так произошел бы, если бы ты просто еще прожил бы еще десять лет, а тут ты сделал этот шаг немножко раньше, то есть, по сути, наверное, для тебя лично прожил такой опыт, который тебя привел в какую-то точку сильно раньше, чем если бы ты этим не занимался. Раз! 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 Ну, благодаря парусам духа, я, например, нашел такое новое для себя увлечение, как фридайвинг, если бы не паруса духа, я бы никогда в жизни не пошел пробовать фридайвинг, только потому, что я думал, что мне это неинтересно, но на практике оказалось, что это вообще не про внешний мир фридайвинг, а фридайвинг – это длинный путь изучения своих внутренних ощущений, своих возможностей, обнаружения всех возможностей, которых ты не догадывался, и оказалось, что это недостижимо для живого человека. Миша Вяцеховский, ему просто так понравилось, что он стал с местными инструкторами ездить в Лазурный, нырять, и вот сейчас он уже погружается легко на 20-25 метров, и это удивительно, потому что оказалось, что это ему тоже нравится, и это его жизнь поменяла. Сама идея обучения незрячих людей фридайвингу появилась больше семи лет назад. Идея родилась в ресторане в темноте, это ресторан, в котором незрячие обслуживают тебя в промежной темноте, то есть ты не видишь, куда ты садишься, не видишь, как ты сидишь, не видишь ничего, ты просто пытаешься на ощупь понять, что там на столе, и пытаешься почувствовать, что ты кушаешь. Вот темно, 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 и там полтора часа в темноте, и вдруг свет, и ты начинаешь думаешь, ой, фух, все, можно расслабиться, я все вижу, а тебя вел официант незрячий, и ты его отпускаешь, и даже прощаться с ним забываешь, думаешь, все, я нас веду, все свободно, а потом поворачиваешься, думаешь, а он же в этом живет, и знаешь, так мурашки по телу, думаешь, елки-палки, ну вот, как было бы интересно этим людям что-то дать. Очень интересно, у меня в какой-то момент была такая мысль, да, то есть, ну, не нравится мне тот мир, в котором я живу, да, то есть, вот взять, переехать куда-нибудь, да, то есть, я вот поездил, понимаю теперь одну вещь, что невозможно переехать в какой-то мир, да, который бы тебя устроил, есть только единственный шанс, это мир, как бы создать вокруг себя, найти единомышленников, которые разделяют твой взгляд на жизнь, разделяют твои ценности, да, то есть, и вот для этого надо об этих ценностях как раз говорить, их надо обсуждать, для этого надо ездить, их надо формулировать, и паруса духа для этого тоже очень хорошо подходит. Чему меня научила белая трость и паруса, это тому, что мир надо создавать своими руками, и что скучно, раз тебе скучно, тебе надо что-то сделать, и в этом смысле все проблемы, которые возникают, они решаемы, они решаемы в том смысле, что надо просто начать что-то делать с ними, и потихонечку они, они, что-то с ним происходит, они видоизменяются, ты находишь людей, которые тебе помогают, ты находишь в себе силы, которые ты там сомневался, есть у тебя или нет, вот то, что ты делаешь, это вот все твои действия создают тот мир, который ты хочешь, если ты хочешь жить в скучном мире, вот ты живешь в нем, ты ничего не делаешь, ты просто смотришь и ждешь, а когда ты меняешь эту позицию на какую-то более активную, ты понимаешь, что вот если тебе что-то сейчас мир не дает, тебе надо это просто создать. Когда я вижу эволюцию взгляда людей, которые вот впервые слышат про инклюзивные яхтинки, и потом эти люди выходят с нами в море несколько раз, несколько лет, и ты думаешь, это совершенно разные люди, то есть это люди, которые совершенно по-другому смотрят на себя, на общество, на свои возможности, на свои стереотипы, то есть и вот чем силен проект Пару Садухов в изменении людей, да, это в том, что люди начинают менять свою жизнь, готовы как-то по-другому смотреть на то, что происходит вокруг, вот это очень здорово. Что я видела, вот это то, как меняются люди, те, у кого достаточно малый опыт общения с людьми с инвалидностью, что для них значит встретить человека, который приехал под парусами из России или откуда-то еще, человек, который не видит, и это дает какой-то невероятный заряд энергии. И мне кажется, что этот заряд заставляет их двигаться, что-то сделать в своей жизни и как-то вот дает такую нужную встряску. Преподавая, да, и общаясь с людьми с ограничениями, ты сам понимаешь, что они не такие, как все, то есть они не люди с ограничениями, они люди с удивительным широким спектрами возможностей, которые у тебя нет. И просто посмотрев на то, какие возможности есть, ты сам именно начинаешь обладать, ты пробуждаешь потенциал в разы больше, чем, тебе казалось, ты можешь. Самая большая, значит, цель, та гора, на которую нужно всем забраться с помощью инвалидов, это активация здоровых людей, изменение их духа, значит, помощь здоровым людям в открытии себя. Потому что инвалиды, особенно вот инвалиды по зрению, инвалиды по зрению, которые, значит, потеряли зрение уже после рождения, уже, то есть пожив какой-то срок, они проходят испытания, я бы сказал, которые зрячему человеку, блин, даже и представить сложно. То есть это очень тяжелое испытание. Но любое изменение духа, любое изменение, значит, менталитета, воли человека, оно связано с трудом, оно связано с испытанием. Вот в этом отношении, да, так сказать, бесценный опыт, и научиться передавать его здоровым людям, это, я считаю, суперзадача. В городах Европы и России, включенных в маршрут экспедиции, проходят инклюзивные фестивали, соревнования, концерты, мастер-классы. Все они направлены на то, чтобы побудить людей выйти за привычные рамки и открыть в себе что-то новое. Истории о том, как меняет экспедиция участников проекта, ждут вас в следующих сериях. Продолжение следует...